Всем привет! Как вы знаете, во второй половине февраля пройдет Six Invitational, и сейчас в плане новостей есть некое затишье, что сказалось даже на сезонном патче, которому мы совсем скоро перейдем. Но для начала у меня есть маленькая, но важная информация. Как вы знаете, я перенес стримы полностью на платформу Twitch, и для тех, кто им пользуется, есть хорошие новости. С 1 по 7, 13 и 17 февраля вы сможете фармить дропсы для осады, смотря мою трансляцию. Что конкретно будет в дропах, я пока не знаю, может паки, может что-то другое, об этом я сообщу позже в любом случае во вкладке сообщества. Так что всех буду ждать по ссылке в закрепленном комментарии. Теперь непосредственно к патчу. Как я сказал выше, в этот раз межсезонный патч очень худой. Связано это по словам разработчиков Six Invitational 2022. Разработчики не стали выносить серьезные поправки в баланс игры, чтобы не менять баланс перед самым крупным турниром осады. Они хотят отследить поведение проигроков на этом турнире, в текущем состоянии баланса игры и уже после отталкиваться к грядущим изменениям. Но все же некоторые изменения есть и коснулись они конкретно МК-14 для Аруни. Ей добавили возможность установки дольного тормоза на ДМР. Раньше можно было ставить только глушитель. Также изменения коснулись способностей полячих Зофии и Элы. Теперь попадая под воздействие их оглушающих гранат и мин, противник больше не замедляется. За последнее время этим гаджетам очень много досталось. И собственно дробовик ФО-12 у Элы, который понерфили на 10 единиц урона и изменили модификатор урона для удлиненного ствола. Возможно вы помните мое видео, в котором я рассказывал о том, что ФО-12 это слишком имбовый дробовик по отношению к остальному оружию. Как на ближней дистанции, что логично, так и на средней. За счет возможности установить удлиненный ствол. И я говорил, что достаточно будет убрать удлиненку. Но за почти 4 года Юбисофт полностью игнорировали данное оружие. Есть такое выражение, то пусто, то густо. Это прям про баланс от Юбисофт. То они 4 года вообще игнорируют имбоган, то решили и скромсать его со всех сторон и по всем фронтам. Хотя справедливости ради, несмотря на казалось бы серьезный нерф данного дробовика, я не сказать, что прям сильно ощутил его по факту в игре. Еще я хотел бы обратить внимание на то, что в последнее время Яна стала очень популярной со стороны атаки. И чувства по ней скоро тоже пройдутся. Как мне кажется, резать начнут ее доп гаджеты и вооружение. Дело в том, что она сейчас при помощи Ганс Икс может разряжать сама себе Соги Егеря и при помощи способности сетку Аруни. И спокойно прокидывать гранаты во врага. Поэтому мне кажется, что в первую очередь у нее либо заберут Ганс Икс, либо гранаты. Подобная ситуация была уже когда выпускали Зеро. При помощи своего гаджета он разряжал все подряд и спокойно выносил гранатами. Теперь насчет борьбы с читерами. С начала седьмого года игры для доступа к рейтинговому режиму вам придется подключить к учетной записи свой номер телефона. И прохождение двух этапов теперь будет осуществляться только через него. Из-за последних событий, когда читеров в игре стало реально много, Юбисофт вынужден идти на такие меры. Но честно говоря, я не думаю, что это кардинально исправит ситуацию, так как обладателям софта не составит особого труда закупиться паленными номерами телефона. Тем не менее, это лучше, чем ничего и какая-то часть читеров все же должна отсеяться. Также один из инсайдеров слил видео с будущим ивентом стадиона, посвященный с X-Invitational. Как говорилось раньше, ивент будет проходить на двух картах из предыдущих годов. Только теперь они будут разделены на ночное время и дневное. Ивент, скорее всего, стартанет в первой половине февраля и будет сопровождаться тематической коллекцией паков. Что касаемо нового сезона, стало известно его название – Demon Vale, что дословно переводится как «демоническая завеса». А батл пасс и большинство скинов будет выходить в стиле японской тематики. И на сегодня это, к сожалению, все. Не забывайте переходить по ссылкам из описания и закрепленного комментария. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok